Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Щековская Екатерина. Мы продолжаем рисовать с вами эскизы в рамках челленджа 100 эскизов. Каждый вторник я вам показываю что-то новое и интересное. И меня попросили нарисовать бомбер. Бомбер это традиционно мужская куртка, притом летчиков-бомбардировщиков, которые работали в ВВС США. И появилась она во времена Великой Мировой войны. Первой. Второй. Второй мировой. Соответственно, какие отличительные будут у нас особенности у этой куртки? Это резинки по низу изделия и манжеты на рукавах. Вязаные, притом они должны быть. Так что давайте сегодня мы эту красоту с вами и нарисуем. Вообще, было много вариаций и интерпретаций данной куртки. И в 50-х годах появилась такая версия, что у нее должна была быть ярко-оранжевая подкладка. Это имело практическое значение, потому что если пилот катапультировался или попадал в какую-то местность незапланированно, то он тогда мог вывернуть куртку наизнанку. Она была ярко-оранжевая. Таким образом, его было легче найти. Собственно, все имеет свое значение. А я не нашла. Если вы, кстати, знаете, напишите мне, почему у бомберов сейчас такие воротнички, которые вперед сходятся. Потому что по военным курткам у них не было такого ограничения. И вообще, почему разрабатывали такие военные куртки? Потому что самолеты, которые летали в тот момент, не имели защитного ветрового стекла. И летчики летали вот в своих очках и куртках. И у курток была очень такая четкая цель защищать своих носителей от суровых погодных условий, которые находятся на высоте, при том еще при скорости полета самолета. Так что потом, когда уже появились, развивалось, соответственно, самолетстроение, и в кабинах стало более комфортно, более тепло. И летчики уже не сидели вперед лицом, давайте скажем так, для того, чтобы их защищать все-таки от внешней непогоды. Уже появилось все по-другому. Так что куртки первое время. А потом они долгое время, бомберы, ассоциировались с экстремальными всякими проявлениями, с субкультурами, с радикальными какими-то взглядами. Но сейчас это стало такая универсальная, модная вещь. При этом очень долго эти куртки женщины не носили. Я нашла только фотографию Мерлин Монро. Вот в данной куртке. Но это был как такой, ну, не сценический образ, а для фотографии. Женщины не носили. А сейчас практически любая уважающая себя марка одежды имеет в своем репертуаре бомбер. Так что где-то с 21 века это все началось, когда появились и женские модельки. Я рисую по традиционной схеме. Если вы не смотрели другие видео, посмотрите, они есть в этом плейлисте. Соответственно, сначала рисую половинку. У меня будет куртка с рукавом покроя реглан. Пока я тут углубилась в историю. Так что, окно, обработка контуров. Очень мне все это нравится, очень все интересно. Как действительно такие военные вещи входят в постоянный быт, постоянный ежедневный обиход и теряют свою какую-то концептуальную заморочку. Они, кстати, были кожаные. Это классическая вариация была. Потом были стеганые, нейлоновые. Ну и в спортивные они в итоге перешли. Сейчас их делают из чего угодно. Они могут быть даже из начесов, френчтери, которые просто однослойные. Могут быть нейлоновые. В общем, всякие разные. Про воротничок, про который я говорила, и про который я задавала вопрос. Выглядит он следующим образом. Так, сейчас мы спиночку нарисуем, чтобы он был у нас. Так, это спиночка. Смотрим. Этот воротник, он вот здесь более высокий, а здесь сходит на нет. Вот такая у него форма. И, соответственно, спинка полноценная. Надо мне еще поискать, почему он у меня такого вида. Если вы знаете, напишите мне. Я буду безумно благодарна. Вообще, углубилась в изучение каких-то исторических предпосылок, разных вещей, которые создавались в то или иное время. И это действительно, ну, очень интересно. Как те или иные вещи в итоге попадают к нам в гардероб. Вот так. Так, давайте теперь. Оп. Отзеркалим, товарищи. Посмотрим, там получится, слияния у нас нет. Чуть-чуть сейчас поколдую. И все будет великолепно. Сначала нарисовал половинку, потом эту половинку сейчас раззеркалила. И попарно сливаю объект. Так, теперь все вместе сейчас зальем белым цветом. Сразу будет понятно, что у нас там где. Цвет заливки. Вот, кстати, тоже многие иногда пугаются. Где? Куда пропала часть воротничка? Вон она там, видите, внутри. Она ушла просто на задний план. Сейчас мы ее вытащим с заднего плана. И все с ним будет прекрасно. Вот, пожалуйста. Так. Здесь я хотела, что использовать. Во-первых, сделать заливку рип. Я уже в каком-то из уроков показывала, как ее делать. Если вдруг вы пропустили. Давайте еще раз. Палочка. Вторая палочка без заливки. Ну, это самый такой банальный способ, который срабатывает. Всегда поближе к поставим. Вот так. И пьем. Все, она создана. Просто хватаете, перетаскиваете сюда. Теперь смотрим. Так. В заливку. Чпок. Такая вот прекрасная имитация риба-рибаны. Как они называются? И сюда тоже самое. Эту часть уберем назад. Сразу не будет там ничего светиться. Монтаж на задний план. Опа. Так. У меня есть. Я, правда, не сохраняла библиотеку. Но у меня есть файл с молниями. Вот. У меня есть уже файл. В котором отрисованы молнии. И, соответственно, сейчас я возьму молнию, перенесу в мой файл. Вот. И ее здесь мы и нарисуем. Это очень удобно, когда они у вас уже готовы. Притом у меня отрисованы как тракторные, так и спиральные молнии. Видите, с базовым пулером. Пулеры можно дорисовывать в зависимости от кастомизации того или иного изделия. Но это вот прям очень удобно иметь. Такой файлик, который можно в любой момент поднять. Можно закинуть в библиотеку кистей. Есть такие библиотеки. Я, кстати, очень подробно рассказываю на курсе. Сама не очень активно ими пользуюсь. Хотя знаю, что есть дизайнеры, которые прям пользуются. У меня просто есть папочка, где сложные, нужные мне файлы. И, соответственно, я этим и пользуюсь. Так. Давайте посмотрим, какой нам толщины нужна молния. Вот. Так. У нас с вами получилась молния. Пулер хочу тоже скопировать. А пулеры хорошо попадают в библиотеку символов. Опять же, не знаю, так, видимо, исторически сложилось, потому что я когда начинала работать, как-то работалось оно все больше с своими файлами. Там приходишь, ну, когда ты в компании работаешь, у тебя как бы твой компьютер, конечно, иногда можно на другом работать или еще что-то. Так, у тебя есть флешечка, на которой у тебя все есть. И, как бы, какая бы версия иллюстратора не стояла на том компьютере, куда ты пришел, а, как правило, декстопные версии, ну, в компаниях, ну, по крайней мере, где я работала, там мы не по подписке работали, а у нас были куплены декстопные версии. Вот. И все можно открыть, что очень даже удобно. Сейчас я приближу. Отстрочка по краю молнии. Видите, получилась молния настоящая прям. Все как положено. Вот здесь вот так вот отстрочка. Давай, давай. Так. Сейчас мы ее немножечко сделаем вот так покороче. и пустим вот сюда. Немножко поправить сгиб. Соответственно, условия бомбера мы соблюли. У нас с вами есть манжеты по низу изделия и низу рукава. Это у нас длина курточная. Вот. Так что, вот, пожалуйста, наш с вами эскизик. Иногда вот здесь вот так вот отрезают, ну, усложняют, да, конструкцию. Вот здесь могут быть кармашки. Уже вот это вот индивидуально. Хотя там на классических бомберах добавляли карманы на всякой мелочевке. Но это уже потом с развитием. Притом они имеют там четкие названия. Все можно посмотреть. вот такая у нас получается история. Так, единичка. И еще один такой маленький исторический момент. Как правило, как правило, бомберы были двух цветов. это шалфейный зеленый. Ну, это классический цвет хаки, то, что мы понимаем, да, и полуночный синий. А вот, так что давайте нарисуем. Ну, в принципе, хаки в этом сезоне вполне себе актуальный цвет. Я думаю, что можно смело рисовать его. Даже немножко уводя его ближе в фисташиковый оттенок. Шалфейный зеленый. Очень хорошее название. Можно под него нарисовать практически все, что угодно. По-моему, она должна быть более темная. Мы же все-таки не военную куртку рисуем, поэтому позволю себе вольность. Так, вот эти все штучки. мы сейчас группируем, чуть-чуть переподнимем, поднимем все, закрасим и опустим назад. Вот. И сделаю я все-таки маленькую вот эту вольность, сделаю ярко-оранжевую внутренность. Ну, мне кажется, это такая приятная историческая отсылка к тому, что мы знаем, как должно быть, мы знаем, когда что будет. А вот так, да. Тесьма, кстати, тоже у молнии, она же бывает разного цвета, и она тоже выбирается. Так что смотрите на этот момент тоже. металл металл и черный цвет. Такая у меня курточка получилась, давайте еще синюю сделаем. Опять же, когда первый раз уже закрасили, вспоминаем волшебную штучку и по ней можно перекрашивать. Прямо очень удобно, сразу видно результат, как, что получается, как это выглядит. Ну и можно какую-нибудь еще вольность, давайте желтую например сделаем. А подкладку можно сделать серый. Вот она полная дань моде. Поменяли цвета согласно модному сезону. Вот такие курточки бомберы у нас с вами получились. Немножко я вам рассказала про историю появления вообще этой куртки, как это все получилось, показала вам некоторые интересные приемы. Обратите внимание, что немножечко рябит, когда мы смотрим на эскиз издалека. Это все исправляется, когда вы будете эскиз готовить на печать. Обязательно сделайте экспорт. Видите вот этот рябит. Сделайте экспорт в растровый момент и все у вас будет прекрасно. Иногда принтеры плохо выводят на печать из векторных файлов. И в этом случае спасает экспорт либо сохранение в PDF. PDF тоже не всегда является панацеей, поэтому самое лучшее просто сэкспортировать и напечатать. Я воротнички поправила, а то линия вырезала, мне не нравилось. Я нарисовала в этот раз без теней эскиз. Но вы сами понимаете, что любые тени можно дополнить. И я уже показывала самые разные эскизы. То, что можно их дополнять тенями, не дополнять тенями, делать тени мягкие и куча всего разного и интересного. На этом все. Пишите мне, что еще бы вы хотели нарисовать. Не забывайте поставить лайк, если вам понравилось видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, которые выходят каждый вторник, а иногда и не только по вторникам. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.